Всем привет! Я Владимир Дегтярев и это наша, я бы сказал, новая-старая или старая-новая рубрика НХЛ сегодня, где мы говорим о тех событиях, которые произошли вот в этот определенный игровой день. Так что теперь эта рубрика будет с нами вновь постоянно. Ну и, естественно, начинаем. Ну а начинаем мы с Кирилла Капризова и его команды Миннесота Уайлд. Кирилл Капризов, первый хет-трик в этом сезоне, третий в его карьере. Ну и Миннесота, которая на этом отрезке за последние четыре матча одержала три победы, а это значит Миннесота постепенно выздоравливает. Но хватит ли этого всего для того, чтобы выйти в плей-офф? Вот это вопрос достаточно большой. И не факт, что действительно хватит. Все-таки вот ресурса команде Миннесота Уайлда не хватает. Но им осталось подождать буквально пару лет для того, чтобы избавиться вот от этого груза в 12 миллионов долларов или в 14 и еще в 15. В общем, сами вы эту историю знаете. Как-нибудь вам ее расскажем в наших других программах. Просто вот тот потолок зарплаты, вот тот штраф, который висит на Миннесоте в этом сезоне 14 миллионов, в следующем 15, он мешает команде, в первую очередь Биллу Герину, генеральному менеджеру команды Миннесота Уайлд, немножечко раскрыться и дополниться теми игроками, которых не хватает. А не хватает игроков в оборону, не хватает, соответственно, глубины состава в третьих-четвертых звеньях. Но вот с этим всем придется разбираться уже после того, когда этот штраф закончится. И тогда Миннесота вдохнет новую свежую кровь в свою команду. А пока поздравляем Кирилла Капризова, который постепенно после травмы набирает тоже обороты, как и вся команда. И вот очередной хет-трик. И действительно, Кирилл просто молодец. В общем, действительно, здесь стоит лишь только похвалить Кирилла Капризова. Ну и команду Миннесота Уайлд, которая начинает постепенно вновь оживать. Дальше едем. Возвращение Патрика Руа. Когда-то, когда-то Патрик Руа, когда закончил свою карьеру вратарскую, занялся тренерской работой, работал с командой Колорадо Эвеландш. Дальше как-то немножечко не сложилось. И вот, наконец-таки, Патрик Руа возвращается в должности главного тренера команды Нью-Йорк Айлендерс. Причем Лула Морелла, этот хитрый старый лис, настолько все замаскировал, даже никто не знал, что Патрик Руа и Айлендерс ведут там какие-то переговоры. Посмотрите, ни один из инсайдеров даже не знал, что эти переговоры вообще идут. То есть, настолько все было закрыто. А Лула Морелла это умеет делать, что действительно как-то вот все произошло как гром среди ясного неба. Нет, это не команда там по Бэйлайтнинг, про которую сегодня мы, в общем-то, говорить не будем. Но, тем не менее, это было очень и очень интересное решение. Насколько это решение себя оправдает и насколько Руа готов быть главным тренером команды Национальной хоккейной лиги вновь? Вот тут вопрос достаточно сложный. Насколько хватит Патрик Руа, его эмоции, вот эта вот где-то, может быть, несдержанность. Поможет ли она Айлендерс или наоборот как-то сыграет не самым лучшим образом? Узнаем в самое ближайшее время. Ну, а пока Руа начинает с победы и в своем первом матче на посту главного тренера побеждают команду Далла Старс. Да, тяжело, да. Тем не менее, побеждают 3-2 в овертайме. Еще одно событие сегодняшнего игрового дня – это Егор Замула из команды Филадельфия Флайерс. Ну, вот сейчас у Филадельфии недобор, что называется, идет игроков, и команда вынуждена играть в 11 нападающих и в 7 защитников. Ну, вот Егор Замула как раз-таки вроде как заявлен седьмым защитником, но на самом деле он выходит и в нападении. Да, 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 Джон Тартарелло умеет и знает свое дело. Так что здесь действительно очень и очень здорово, как это происходит. Ну, и второй, наверное, большой плюс для Егора Замула – то, что он не то, что в сегодняшнем матче против Оттавы забросил две шайбы, отдал одну голевую передачу. Это все очень здорово. Но он играет у Джона Тартарелло, а это дорогого стоит. Это действительно очень хорошая школа. Это действительно очень хороший и важный момент в карьере Егора. Потому что, посмотрите, Тартарелло ему доверяет. Тартарелло дает ему играть. И он пользуется этим. Он набирает очки, забрасывает шайбы. Он получает самое необходимое вот в этом возрасте. Это игровая практика. Это и опыт игрока. Это действительно очень и очень важно на этом этапе. Почему многие молодые хоккеисты из России уезжают? Да, немножко затронули мы эту тему и сейчас затронем. Да просто все очень. Нужна игровая практика. А практика нужна, когда ты играешь против сильнейших игроков. И это очень большой плюс. Только остается пожелать Егору всего самого наилучшего в его карьере. Ну, а мы идем дальше. Пока это все еще слух. Но, возможно, пока мы пишем эту программу, все уже изменится. Кори Перри. И сейчас все уже инсайдеры об этом говорят, что Кори Перри возвращается в Национальную хоккейную лигу и подпишет контракт с командой Эдмонтон Оллерс. Насколько он лет будет там? Какой он будет? Понятное дело, сейчас никто не скажет. А я думаю, что пока что, скорее всего, до конца сезона может быть. Не более. Но, тем не менее, это очень важно. Эдмонтон получает очень опытного игрока как раз-таки вот в те третьи-четвертые звенья. А Перри получает то, что хотел. У него есть шанс побороться еще за один кубок Стэнли. Да-да-да. Может быть, кто-то сейчас скажет, Дегтярев, ты сошел с ума. Может быть, оно, конечно, и так. Но, с другой стороны, у Оллерс есть шанс побороться за кубок Стэнли и в этом сезоне в том числе. Поэтому я думаю, что это очень интересное приобретение для команды Эдмонтон Оллерс. Ну и напоследок, сегодня у нас с вами очередной игровой день Национальной хоккейной лиги. Точнее, он будет сыгран в ночь с понедельника на вторник. И я бы здесь ваше внимание обратил на одну игру, которая пройдет как раз-таки сегодня. Это Бостон против Виннипега. Лидер Востока против одного из лидеров Запада. А почему бы и нет? Да, почему бы вдруг вы не скажете, может быть, это и финал, репетиции. Ну, конечно, забегать вперед мы не будем. Но, тем не менее, это очень интересная встреча. Бостон против Виннипега. На что бы я еще обратил внимание? Ну, наверное, встреча между командами Аризона и Пейсбург, которая также сегодня состоится. Ну, и здесь интересно будет посмотреть, насколько Пейсбург готов все-таки биться и бороться за то, чтобы попасть, по крайней мере, хотя бы в плей-офф. Потому что сейчас с этим большие проблемы. В общем, давайте с вами мы встретимся уже завтра. А пока это была программа НХЛ Сегодня. И я, Владимир Дегтярев. Всем пока. И, как всегда, встретимся на хоккее.